рада приветствовать вас на своем канале сегодня попытаюсь вернуться на канал немного затянулся мой отпуск не было нас в январе дома поэтому не было возможности снимать решила я немного отдохнуть и хочу к вам вернуться с готовой работой необычной для меня как вы видите это галерейная гладь набор фирмы sunset эти покажу вам сразу поближе дизайн такая вот красота немного поближе обложку называется радуйся земля радуйся мир и мне это название напоминает на шоколадке я когда не передала вообще этому значения изначально когда увидела данный дизайн меня привлекло здесь наличие большого количества животных кто со мной давно на канале знает что животных я люблю хотя в последнее время не так часто их выживаю но обожаю изображение именно с животными и когда животных на работе много различных видов это особая страсть моя хотя еще такие работы не вышиты в основном у меня по одиночные вышиты в запасах есть наборы и также в планах немало работу именно с большим количеством животных изначально я искала дизайна от dimensions мать земля сейчас вы сможете посмотреть на экране картинку очень нравится мне этот дизайн и хотела его вышить подбором так как набор давно раритетный но нигде не смогла найти схему оригинальную к этому набору и в поисках своих такого сюжета не на глаза попался случайно этот набор и мой взгляд задержался я начала рассматривать и даже сейчас не перестаю находить здесь новых животных которые на первый взгляд может не сразу бросаются в глаза я веду к тому что для меня эта работа не имеет какого-то религиозного значения то есть для меня это больше дизайн дружбы животных всех немного объяснила вам чем привлек меня этот дизайн сейчас вы видите одну упаковку не показывая вам набор потому как покупала набор вскрытым есть у меня в запасах несколько наборов гладью но они запечатаны и как-то постоянно откладывается думаешь ну следующий раз раскрою следующий раз начну а здесь набор был вскрыт и продавался он по довольно таки приятной цене я решила что так у меня будет больше стимула быстрее его начать раз уж он вскрытый чтобы не залеживался кроме того набор не такой новенький сколько ему можно лежать пора вышивать поэтому понравившийся сюжет приятная цена и желание попробовать вышивку гладью не дали мне долго раздумывать над покупкой данного набора и не стала я надолго откладывать пока я помню стежки некоторые которые будут здесь использоваться не так давно я вышивала работу от торговой марки моричка кошка на горошине было видео отдельно по этой работе кому интересно ставлю вам ссылку и это была вышивка различными стежками которые будут и на этой работе и там были также небольшие элементы глади но не художественной как здесь а более простой скажем так сильно большое у меня получается вступление давайте сейчас посмотрим с вами обзор набора что ко мне приехало и потом покажу вам что у меня получается к сожалению бликует прислали мне в таком пакетике понятно что это не заводская упаковка но надеюсь что здесь все есть давайте посмотрим поближе на обложку номер набора 18023 гладь галерейная гладь но это я так понимаю художественная имеется ввиду так вот немного поближе мы сейчас лучше посмотрим на холсте название набора размер 50 на 25 размер ткани 60 на 35 персидская шерсть котоновые хлопчатобумажные ниточки дизайн нанесен ткань иголка инструкция и это дизайн 92 года таком уже не очень конечно красивом это все виде картон очка вообще вся перемятая инструкция тоже со следами старины наборчик был открыт и вот так вот его не совсем хорошо и уберегли и так инструкция здесь для разбора дается нумерация еще не смотрела не разбиралась сейчас вместе с вами откроем где мой фокус стежки как выполняются различные виды стежков сейчас можно посмотреть так из знакомых лэйзи дэйзи французские узелки бэкстич длинный стежок ну в принципе кажется что все более менее понятно шов цепочка в принципе как как смотришь вроде все понятно здесь самое что сложно это художественная гладь переход одного цвета в другой но это наверно только с опытом все приходит с этой стороны как на рамку натягивать в общем это такая стандартная основная информация и этот листик раскладывается вот такая вот огромная инструкция здесь даны основные стежки там где не по многу например на льве будет немного работы на слонике и уже животные которые больше заполняются швами отдельно вынесены здесь вот можно посмотреть так как там много деталек их укрупнили и уже более подробно расписали что и как делается обозначение какие используются цвета какие стежки бук циферка возле буквы номер ниточки какой будет вышиваться здесь вот еще раз указаны стежки еще раз дан ключ по цветам ниточек и здесь 25 не вот есть один один бленд есть 26 на основная инструкция сейчас буду это все переводить переводчиком по фотографии сфотографировала все перевели и разбираться буду перевод конечно не ахти какой но тем не менее можно догадаться ладно с инструкцией я думаю хватит давайте посмотрим интереснее посмотреть на это здесь у нас один моток с ниточками надеюсь все они есть так не похоже что его разбирали хлопковые нитки мулины и шерсть и теперь самое интересное это основа так а здесь вот даже две иголки волочки обе остренькие здесь не канва здесь надо прокалывать поэтому иголочки остро и смотрите какая эта красота большая работа вышивки в принципе не так много но сама по себе работа не маленькая сравнительно с рукой покажу вам давайте поближе немного как все пропечатано ой какое все тут мелкая маленькая посмотрите листики совсем малю пусеньки олени посмотрите какие пятнышки маленькие-маленькие да здесь конечно работа ювелирная лисичка барсучок мне жабка нравится в этом дизайне и мне очень понравилось что лев стоит на черепахи видите на льве никаких нету линии здесь вот слоника должен носик обрисовываться то есть там где бэкстич они не прорисованы их то жирных линий которые надо перекрывать при вышивке такого нету покажу так здесь у нас еще птичка смотрите сколько животных надпись должна вышиваться я думала может что-то другое напишу но поскольку она пропечатана и и никак не спрячешь буду вышивать то что здесь и написано здесь ямка смотрите какое личико и ребеночек и как тискает кисюню супер мама панда с ребеночком тигрюня красивой здесь пандочка спряталась еще сама не рассматривала все детальки птички различная лошадка моя красота кенгуру с ребеночком с малышонком здесь зайчик спрятался черепашка класс очень люблю такие картины где много животных а здесь их так много надеюсь у меня хватит сил чтобы эту работу украсить вышивкой они испортить конечно такие маленькие детальки это наверно поэтому и продают потому что покупают дизайн нравится а потом открывают также смотрят и не знают что с этим делать гладью но не такой конечно не художественная вышивала наборы морички и там можно посмотреть что в наборах не указано направление стежков а здесь вы видите то есть такими полосочками указано как именно должны эти стежки здесь конечно слабо видно давайте еще раз в инструкцию посмотрим в инструкции как раз таки направления стежков нет то есть это надо смотреть здесь например на линии эти нагрудки показано что стежки идут сверху вниз надеюсь это видео выйдет и вы его увидите то у меня бывает я обзор сниму потом видео так лежит некогда мне браться за работу что-то отставляется и в итоге работа не вышивается у меня есть некоторые обзоры которые я снимала наверно года четыре назад потом работу отложила очень надеюсь что с этим с этой работой такого не случится вот такая красота ладно потом вам покажу свою организацию свои первые стежки первые пробы всего пошла наверно раскладывать основу еще и разбирать ниточки и так я к вам вернулась думала буду показывать какие-то небольшие зарисовки когда будут вышиваться отдельные животные но я настолько увлеклась вышивкой что как вы видите у меня уже практически все вышито только вот этот вот уголочек у меня остался еще не вышит вот образом выглядит сейчас работа посмотрите насколько она сразу стала ярче и интереснее по сравнению с тем что вы видели буквально пару секунд назад это постепенно двигалась начиная с этого края продвигалась сюда видны на работе олимпийские кольца называют их девочки вышиваю я на пяльцах на пяльцах нурке и что могу сказать что для такой работы конечно лучше чтобы были деревянные пяльца либо может кюснапы потому как рисунок напечатан и когда вышиваю долго какой-то элемент в основном работа идет быстро и постоянно передвигаю пяльцы но тем не менее есть такие небольшие заломы потом я стараюсь это разглашивать когда пяльца снимаю то так немного ногтиком пальчиками пытаюсь поправлять чтобы сильно не было сдвигов рисунка чтобы рисунок оставался таким же красивым так довольна тем что получается это настолько интересно вышивая его элементом то есть по каким-то отдельным животным начинала с вышивки более привычной гладью стежками более прямыми началом вышивки внимательно прочитала всю инструкцию что важно здесь на что обратить внимание что вышивается здесь себе подчеркивала поначалу что вышивается ниточкой в одно сложение если это шерсть и в три сложения ниточкой мулине и также в инструкции написано что если идет у нас только цифра если нету буковки например вот как здесь на собачке девятка единичка то это вышивка и вот еще две цифры просто вышивка вот этим вот стишком не буду читать не буду коверкать решила я поискать как же это переводится если стебельчатый шов это более привычный тамбурный цепочка это все я вышивала в наборах морички то есть морички вот так же стебельчатый инструкция тамбурный шов причем интересно что находила инструкцию где не таким вот образом то что сначала петелька а из нее потом появляется следующая а когда вышивают наоборот его я так удивилась думаю странно почему в обратном направлении вышивают сейчас посмотрите на экране на эту фотографию это необычная трактовка выполнения данного шва и вот тот шов который морички наш назывался как гладьевой шов здесь вот тоже гладьевой он похож на технику лонгстич то есть принципе лонгстич это те же гладьевые такие прямые стежки единственное что гладьевой здесь он и наискосок может быть а лонгстич здесь пуля прямые линии и кстати в лонгстич у морички здесь идет направление стежков то есть показаны стрелочки а в котики на горошине и говорила в видео данном наборе что там не обозначено как именно надо укладывать швы в каком направлении дименшин здесь же чем мне нравится даже тут вот где совсем небольшие элементики это есть такие полосочки не везде они хорошо видны порой приходится покрутить работу чтобы понять как именно необходимо вышивать видите здесь такими стежками косыми здесь вот даже в копытах немного видно при вышивке ориентировалась как на обозначение здесь так и внимательно всматривалась в титульную обложку как там уложены стежки немного сбивчиво рассказываю но эмоции переполняют поэтому буду наверное сбиваться и вот этот сатиновый стежок находила что у нас это называется плоская гладь или владимирский стежок почему владимирский так и не поняла но чаще все таки используется обозначение плоской глади и вот это вот плоская гладь это тот вид стежков которые были у морички то есть даже вот на каталоге если посмотреть но это лонг стич но принцип выполнения такой то есть каждый участок он выполняется прямыми стежками не заходя один участок на другой даже если два одинаковых цвета рядышком все равно между ними должна быть такая вот полосочка по вот этой полоске он как бы разграничивается и придает объем данному стежку такое было и в этой работе пример покажу вам на этом попугайчике розовом то есть видите здесь вышивается одним тем же цветом здесь у меня немного и направления разные этих участках и уже бэкстич есть поэтому так не видно сейчас будет фотография как работа выглядела без бэкстича то есть там в этих местах где сейчас проложен бэкстич тоже видны такие прожилочки которые разъединяют цвет то есть даже если не делать бэкстич то видно что это различные участки у птички где-то крылышко где-то пузико то есть хорошо она разграничена единственное что я еще не пробовала это нас это чаще называют художественная гладь нашла также я обозначение как теневая гладь в одном месте вот такие стежки подписаны как теневая гладь но в другой статье я нашла что теневая гладь она немного другая поэтому наверно правильнее будет все таки данный вид стежок называть именно художественной гладью или вот так правильно сказать внедряющийся в чем смысл что одни стежки заходят в другие то есть вы вышиваете вот как лесенкой и один стежок входит в другой благодаря чему получается переплетение цветов в данной работе очень много участков зашивается здесь вот например одним и тем же цветом то есть когда идет внедрение одного цвета в другой это понятно но остальная часть тельца вот здесь вот несмотря на то что идет один и тот же цвет но каждый последующий ряд скажем так он внедряется в предыдущий вышивала именно вот такими вот рядами вот так вот рядочек вышила потом пошла назад другим рядом и посмотрела пару видео на youtube что необходимо идти от центра к краю то есть так и вышивала здесь принципе в инструкции также было написано что необходимо вышивать от края работу то есть начинать с ножек где-то эти моменты были прописаны в инструкции сейчас не помню но желательно конечно инструкцию перевести и прочитать чтобы понимать то есть начинать с ножек с хвостика и продвигаться постепенно если например есть участки зашивки одним и тем же цветом нельзя вышивать здесь 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 надо все равно двигаться постепенно то есть вышила беленький потом идет темно-оранжевый потом вот таким вот бежевым вышила потом опять оранжевый потом дошла до этого участка здесь продолжила вышивать вот видно рядочек оранжевым а здесь немного вышила светлым продолжила оранжевым и вот так вот постепенно благодаря чему этот цвет он не выглядит как-то не связанным он также внедряется в эти оранжевые стежки и потом вот этот сверху оранжевый опять же внедряется в эти получается что это намного проще чем кажется на первый взгляд конечно я вижу свои огрехи в работе первое я начинала вышивать собачку и хвостик начинала с хвостика как и сказано в инструкции здесь сильнее видно разграничение между рядами которые я делала потом я уже поняла что надо сильнее делать различия в длине стежков и вот здесь вот например уже на ножки на попе кажется получилось значительно лучше придерживаться схемки то есть вот этот участок он был нарисован на схеме и на полотне был нарисован то есть я сразу вижу на схеме это тоже все хорошо видно то есть вот такой вот пятнышко будет здесь каким цветом оно будет вышиваться единственное что здесь не было подписано каким цветом необходимо делать бэкстич я как-то сразу взялась за черный цвет но я думаю здесь правильнее я смотрела также по обложке вроде везде черный те места где просто идет соединение цветов они прорисованы так точечками пример ушка у не вышивается бэкстича здесь вот у курочки не все бэкстичами обшивается так что к схеме я здесь довольно часто обращалась также часто обращалась своей обложке просматривая как здесь идет направление стежка чтобы все получалось красиво такой момент что мне еще не очень понравилось так как пяльца нурге очень сильно растягивают ткань потом когда их снимаешь длинные стежки так как здесь должны были быть именно длинные такие прямые стежки они немного провисают это не очень красиво выглядит надеюсь что при оформлении если когда-нибудь это будет оформляться не уверена что я буду оформлять эту работу мне было интересно попробовать а вешать просто некуда поэтому быстрее всего эта работа будет в рулончике буду доставать ее любоваться но если это оформить я надеюсь что это растянется и будет красивее но пока вот так вот немного на стежки у меня эти провисают поэтому в дальнейшем я старалась избегать таких длинных стежков даже там где были например вот такие стежки нарисованы длинные я старалась сделать их немного под углом чтобы стежки были не такими длинными точно также на жабке делала немного по-другому стежки например точно помню что на петушке должны были быть не такие маленькие горизонтальные а прямые вертикальные стежки но если бы я проложила здесь буквально одного бы стежка хватило он бы в дальнейшем сильно провисал поэтому сделала здесь не по инструкции то есть смотрю уже по ходу также на хвостике должны были быть длинные стежки я делала их по-другому только для того чтобы в дальнейшем это все не так сильно провисало и да конечно лучше пяльца врать деревянные может тогда и не так сильно будет растягиваться стежки будут немного по-другому выглядеть есть у меня некая стянутость так как собачка вышивалась первая вам это вам так не передать конечно здесь довольно плотно у меня идет зашивка таким вот образом выглядит художественная гладь с обратной стороны приблизительно также как с лица также это выглядит и с изнанки только вот бэкстич немного портит в дальнейшем обшиваются бэкстичем и конечно здесь то линию нарисовали красиво а вышить это приходилось укладывать укладывать чтобы получалось как-то красиво где то есть что не настолько красиво как хотелось бы но тем не менее думаю что для первого опыта очень даже неплохо получилось элементы на платье вышиваются два сложения почему я обратила внимание что это сюжет все таки у нас библейский потому что как вы видите платье марии я уже когда вышивала платье думаю почему марии совершенно даже не обратила на это внимание у меня совсем не было в мыслях что это у нас как раз таки идет дева мария с иисусом причем иисус как видите не подписан давайте покажу вам еще поближе эти стежки стебельчатый шов вышивается здесь как ниточкой мулине на платье здесь вот на слонике ниточкой мулине и также есть стебельчатый шов шерстяной ниткой он конечно такой более пушистый не так аккуратно получился но зато такая грива растрепанная раз как и должна быть у льва и немного на хвостике много французских узелков здесь гирлянди причем для выполнения этих узелков я брала нить которая у меня просто была от остатки волшебной страны ниточка здесь ягодки должны быть немного посветлее вот таким вот цветом причем здесь два красных цвета на хвостике их совершенно камера не передает что здесь два цвета но они такие и вживую очень близкие и также например вот здесь вот на попугайчики сейчас немного видно что два зеленых цвета но в жизни не так четко видно отличие как например на титульной страничке титульной страничке здесь прям светло зеленый либо просто так сфотографировано на обложке я кстати когда посмотрела на фотографию именно обложке меня был немного шок я собачку уже на тот момент практически вышила оставалось сделать бэкстич и если внимательно присмотреться собачка вы видите она не такого яркого цвета как лисичка я подумала что я перепутала цвет так как я вышивала тем же цветом что и лисичка я еще смотрела что у меня цвета очень мало осталось я боялась что мне не хватит потом вышить лисичку так как собака вышивалась первой я здесь очень плотно укладывала стежки довольно много их не знаю как это сказать плотность укладывания стежков очень большая на лисичке я уже укладывала их немного поменьше просветов конечно не видно но по ощущениям я знаю что здесь стежков все-таки было поменьше старалась чтобы ниточки у меня остались по крайней мере не остались а чтобы мне хватило до вышивать лисичку но даже сейчас через камеру я вижу что здесь разные цвета возможно изначально хотели сделать их немного разным цветом а потом может передумали немного сбивчиво рассказываю давно не снимала видео и так еще стежки которые данной работе петля прикреп это практически как лэйзи дэйси только выводится иголочкой вводится обратно не в одной и той же точке а разных местах немного только что подвисла подвисла отключилась думаю где тоже должны быть лэйзи дэйси на работе а я их еще не вышивала лэйзи дэйси будут здесь вот енотика будет он держать веточку буквально вот три стежка именно лэйзи дэйси а здесь петля в прикреп крайней мере у нас это переводится как петля в прикреп и тамбурный шов он используется здесь вот на павлинчике очень красиво получается необычно так интересно я уже когда вышла половину работу думаю странно почему у меня не было этого стежка еще нигде где же он будет использоваться потом когда подошла уже к вышивке павлина долго всматривалась в обложку не могла понять как это вышивается где здесь именно петельки где здесь эта цепочка то есть и и как вы видите так вот сразу и не увидишь сразу и не узнаешь такой красивый эффект получается и кроме того вышивается двадцать шестым цветом я посмотрела думаю странно у меня на планшетке двадцать шестой цвет ненавешен и потом уже вспомнила что у меня здесь было в инструкции двадцать шестой цвет это бленд единственный бленд который используется в работе как раз таки на павлинчике одна ниточка черного одна ниточка кремового плюс цепочка и вот такая вот красота получилась очень понравился этот эффект давайте покажу вам поближе их птичек не только птичек ведь и все в разном направлении вышиваются стежки чтобы придать объема чтобы работа была не плоской вот красиво и необычно видно как идут перья мне кажется прям видно направление перьев на работе курочка пингвинчик вышивается частично ниточкой мулины и пузико все остальное тело и тело вышивается шерстяной ниткой черный цвет конечно плохо видно давайте может на тукане мы это получше рассмотрим в живую я вижу а так на камеру не показывает что направление стежков здесь даже разное то есть видно что идет крылышко здесь стежки в эту сторону а на пузике сверху вниз вот может немного заметите этот эффект очень интересно вышивается даже не не стала снимать каких-то промежуточных кусочков потому что залипла на работе так было интересно хотелось быстрее пробовать и пробовать другие виды стежков вышивать других животных чтобы посмотреть как это все будет получаться такая вот красота есть у меня на данный момент я сейчас то вышиваю последние элементы за день может быть и не управлюсь хотя сегодня не надо вести ребенка на тренировку будет времени побольше то что может даже и за день справлюсь первый раз когда вышивала художественной гладью собачку вышивала ее очень долго в дальнейшем уже как-то работа шла побыстрее когда приблизительно я для себя поняла как выполняется вышивка как это все делается полегче побыстрее пошла работа так что может быть даже и управлюсь вернулась я к вам уже с готовой работой прошло правда не один день как я думала немного побольше картина получилась яркая красивая но под конец немного я от нее устала вернее не столько устала в этом углу трое животных все они вышиваются художественной гладью и шерстяными нитками и вышив часть у меня заболела рука если вышивать гладью ниточками мулине вышивать проще что же касается художественной глади если на лице даже не вкалывать в предыдущие ниточки я старалась вводить иглу между стежками с изнаночной стороны все равно где-то протыкались и нити которые уже были вышиты на изнанке поэтому игла протягивалась очень туго и в этом элементе как видите довольно крупный если сравнить с ладошкой эти все зверята были помельче и здесь я чередовала вышивку шерстью вышивку мулине поэтому шло легче то здесь вышив бурундучка скунса и часть оленя я поняла что у меня болит сустав и был даже такой момент да я сильно напрягалась чтобы протянуть иглу пяльцах даже выскочил вот этот внутренний круг хорошо что не полбу не было никаких увечий то есть настолько плотно идет зашивка настолько необходимо прилагать усилия что даже пяльца не выдержали ну и кроме того здесь немного уже попадала на вышитые участки а поскольку вышивка здесь довольно плотно то и кольцо не настолько сильно входило в ободок поэтому конечно держалась не очень хорошо есть у меня в планах еще вышивка гладью есть у меня уже наборы куплены и там более крупные элементы необходимо вышивать тоже шестяными нитками и как раз на вышивке последнего элемента я для себя поняла что не получится за один раз вышить как всю эту работу здесь я только сделала перерыв в самом конце когда вышивала оленя чтобы рука немного отдохнула а так периодически чередуя вышивку шерстью и вышивка малины свободно вышивала у меня рука не уставала немного вот после вышивки собачки рука также побаливала потому что здесь зашивка у меня еще более плотно идет чем на остальных животных еще хотела обратить внимание немного на иголочки в наборе было две иглы в инструкции я прочитала что тонкая игла идет для вышивки мулине а игла потолще для вышивки шерстью вот эта вот иголочка для вышивки шерстью и игла для вышивки мулине как вы видите у меня на ней обломалась ушко обломалась практически в самом начале работы я конечно расстроилась так как такой иголочки у меня нету к вышивке глади я была не подготовлена и даже сейчас просматривая какие бы голочки себе купить для вышивки гладью я поняла что я совершенно в этом не ориентируюсь пришлось вышивать практически все вот этой вот толстой иглой которая была для шерсти и нашла и также штопольные иглы но чем они не хороши видите в процессе тут где идет ушко они расширяются и за счет этого проходят туго если сравнить с иголочкой которая была в наборе она более ровная нет такого расширения именно возле ушка и даже бэкстич вышивала вот этой иглой поэтому приходилось напрягаться так как она толстенькая и французские узелки сложнее было выполнять этой иголочкой надеюсь что в следующем наборе который я буду вышивать будет тоненькая игла для мулины и что она не так быстро поломается как это давайте покажу вам немного поближе что у меня получилось такой вот чудесный олень если сравнивать с обложкой то я хорошо вижу так как я детально изучала постоянно сравнивала с обложкой что получается у меня у меня более округлые мордочки что у оленя не такая худенькая мордашка у меня более упитанные зверьки у бурундочка тоже такая более толстенькая мордашка тем не менее мне нравится как получилось и на обложке здесь не такие яркие переходы идут животных мне кажется здесь более нежная темно-коричневый цвет выглядит понежнее чем получилось у меня и здесь все поярче выглядит вживую ярче красивее обложка возможно выгорела хотя буквы на ней так и не выгорели наверное все таки высветлили немного готовую работу для обложки камера не очень хорошо передает но в жизни тоже не очень хорошо заметно что красных цветов здесь два немного видно что один более ярко-красный а второй более такой вишневый держит веточку скунс здесь всего лишь три лизи-дейси маленькая веточка у него у оленя веточка немного побольше нравится мне как получились листики астролиста французские узелки классики французскими узелками выполняются платье у ангела совсем немного вышивается смотрите как много животных ребенку нравится искать здесь различных животных птички скажите которые не вышиваются можно подолгу рассматривать долгу выискивать кто здесь есть котик малыша в ручках нежный на его обнимает лисичка нравится мне как получилось бурнучек такой маленький не очень хорошо получилось посмотрите мишка держит цветочек целый венок из цветов теления такие не очень яркие цвета животных дополняются более яркими цветочками которые они принесли которые они держат своих ротиках собачка также мордочка такая толстенькая получилось не такая худенькая как на обложке у меня животные более упитанные петушок у петушка клюв похож на клюв ястреба не получилось у меня сделать правильно делала больше по аналогии попугаем клюв у петухов немного не такой должен быть поэтому такой у меня грозный петушок тукан большое количество французских узелков идет в ленте здесь попугайчик что говорила немного провисает бабочка еще один попугайчик девочка наверное розовая так красивая на слонике совсем немного вышивается и серый цвет его совсем слабо видно если на льве грива вышивается шерстяной ниткой здесь сильнее заметны все эти стежки то на слонике слабо видно ребенку понравилось что здесь зайчик еще есть так можно подолгу рассматривать какие животные здесь есть такая вот красота показала вам поближе покажу остатки так и не показала вам как организовала свой процесс покажу сейчас взяла я набор когда мы уезжали думала что как раз такая работа которую не надо постоянно смотреть схему закинула пяльца и совершенно не подумала о том что необходимо будет разбирать ниточки необходим будет органайзер поэтому то что у меня было под рукой здесь было навешано буквально пару цветов остатки от новой слободы здесь вы видите навешано в обе стороны так как цветов здесь немало ниточки у меня практически все остались единственное оранжевым цветом я очень волновалась хватит мне или нет на вот это вот все что у меня осталось чуть побольше этих цветов мало также темно-коричневых сейчас я эти ниточки оставлю мулины перемотаю на бобинки пусть будут в запасах хотя я просматривала по цветам некоторые цвета у меня даже не отмечены в табличке и нету никаких соответствий геймси то есть такие редкие цвета не хватило мне черного цвета здесь я навесила просто совсем маленький остаток приходилось брать из своих запасов а все почему а все потому что у меня остался нетронутым темно-коричневый цвет посмотрите сколько было три пасмы столько у меня и осталось когда у меня уже была вышита практически вся работа и последний мой круг пялец стоял вот таким вот образом у меня были вышиты животные оставалось только вышить голову у оленя я решила сделать бэкстич перед тем как переставлять пяльца и обратилась к своей схеме и каково же было мое удивление когда я здесь обнаружила что вышивается бэкстич номером 22 а 22 это как раз таки темно-коричневый цвет а я везде по всей работе вышивала д и е это у нас бэкстич и лонгстич я их вышивала черной ниточкой я не знаю как я пропустила этот момент в инструкции написано что там где стоят буквы д и е вышивается длинным стежком и бэкстич почему они здесь не дописали что все вышивается цветом 22 кроме отдельных элементов которые указаны например ножки здесь указано что 24 цвет и поскольку я начинала с тукана выше в ножки я пошла по всему тукану вышивать также черной ниточкой и как-то у меня это на автомате закрепилась в памяти что бэкстич вышиваю черным цветом и по всей работе я начала вышивать дальше черным цветом по следующим зверям которые я вышивала здесь нету никаких обозначений как именно вышивается бэкстич поэтому я не обратила внимание хотя конечно логично читать схему слева направо сверху вниз то есть не как раз вот в левом верхнем углу сделали такую пометку что все линии вышиваются цветом 22 и потом я уже позже обратила внимание что на этой птички также у нас указано что все линии вышиваются цветом 22 я на какое-то время расстроилась отложила работу даже муж увидев что я сижу расстроена заинтересовался говорю что такое почему не выживаешь я ему пожалелось чтобы допустила такую большую ошибку по всей работе вышивала бэкстич совершенно не тем цветом и обнаружила это только в самом конце когда уже практически все было завершено но я решила не переделывать конечно это очень много работы переделывать все я бы не стала и решила что на этих животных я также буду вышивать уже бэкстич черным цветом немного осознание того что у меня есть такая ошибка выбила меня из колье это тоже стало причиной что я на какое-то время отложила работу но потом собравшись с мыслями и кроме того чтобы долго пяльца не были на работе я старалась вышивать какие-то небольшие элементы и пяльца снимать работы чтобы они не натягивали сильно напечатанный рисунок чтобы он не что остаются круги и кое-где ниточки переплетения съезжают и рисунок уже не такой красивый я его пальчиками ноготком разглаживала пыталась выставить ниточки на место но даже несмотря на то что пяльца оставляют круги то что они здесь раздвигают рисунок немного его портят я поняла для себя что мне на пяльцах такие работы вышивать удобно я постоянно кручу их туда-сюда наизнанку на лицо где-то что-то не понравился мне как улегся стежок я его распускаю вынимаю ниточку назад опять делаю стежки поэтому с пяльцами работать нравилось не знаю как бы я вышивала это на раме постоянно бы пришлось крутить поэтому наверное и дальше буду вышивать единственное надо наверное все таки нет такие пяльца хотя с этими удобно что их быстро запяливать быстро распяливать а вот с пластмассовыми даже не знаю в общем надо попробовать в принципе работа оказалась не настолько сложной как кажется долго хотела попробовать но в то же время долго боялась теперь же я для себя поняла что огромное желание что-либо вышить поможет справиться с работой по крайней мере я для себя решила что теперь глади я бояться не буду есть у меня в запасах еще два набора которые я обязательно буду вышивать у меня есть наборчик аталанты интересно попробовать не только зарубежного производителя но это как украинская фирма это все объясняет я знаю у панны есть наборы гладью у меня таких наборчиков нету но есть некоторые дизайны которые у панны мне нравятся интересно посмотреть какие там инструкции как там это все объясняется как там напечатан фон потому что набора таланты я еще не вскрывала и есть у меня также в запасах набор dimensions но там побольше зашивки гладью не знаю в этом году будет ли у меня еще гладь или нет в планах на этот год у меня очень много различных техник хочется повышевать и black work'ом и long stitch я еще не пробовала и декоративными швами пока на пункте гладь я ставлю галочку то есть что этот пункт у меня выполнен но если захочется то возможно в этом году возьмусь еще и за какую-нибудь другую работу также есть несколько дизайновать dimensions которые мне очень нравятся если раньше я себя останавливала что надо сначала попробовать повышевать гладью может мне это не понравится может у меня не получится зачем покупать наборы еще теперь я уже знаю что это не так страшно как кажется на первый взгляд и вполне можно приобретать те наборы которые мне нравятся есть один набор там правда очень много зашивки гладью и он явно займет продолжительное время по вышивке возможно даже не на один год растянется но мне теперь еще интереснее я очень рада что год у меня начался с такой красивой работы но пока данную работу оформлять не буду пусть полежит у меня в рулончике буду ее доставать буду ей любоваться сумбурным получается немного мое видео вроде столько всего хочется рассказать в то же время не знаю что именно рассказывать потому что к вышивке крестом уже привык видео более-менее понимаю что рассказывать что показывать здесь сплошные эмоции не знаю какая информация будет полезна вам на какие моменты обратить внимание что вам посоветовать поэтому немного такая сбивчивая речь смотрю у меня очень много записанных кусочков сейчас как-то буду это монтировать чтобы вам было не скучно смотреть единственное что я могу сказать не бойтесь не бойтесь пробовать не бойтесь экспериментировать если вам это нравится я понимаю что все мы люди разные для кого-то вышивка это отдых и кто-то хочет взять работу в которой все знакомо все привычно и просто отдохнуть с пяльцами либо с рамой со станком но если вы любите экспериментировать если вы любите пробовать то не стоит бояться это не настолько сложно как может показаться на первый взгляд я глади тоже не вышивала и как видите работа готова ну а на этом у меня пожалуй все надеюсь вам было интересно посмотреть на такую работу надеюсь кто-то вдохновиться попробовать не будет так бояться глади и желаю чтобы у вас все обязательно получилось по благодарю вас всех за внимание благодарю всех тех кто досмотрел это видео до конца я с вами не прощаюсь до новых встреч до новых встреч